Питер Айртс Питер выступил в 17 из 19 турниров. Питер открыл для себя единоборство в 13 лет, а уже в 15 провел свой первый профи бой. Ну а в 20 он уже имел свой первый пояс по кикбоксингу молодой немецкой организации IKBF. Но настоящий расцвет карьеры Айртса случился после того, как в 1991 году он перешел тренироваться в Чакурити-джим под руководством Тома Харинка. Очень скоро он одержал первую внушительную победу судейским решением над сильнейшим тяжеловесом в тайском боксе Франком Лобманом, у которого до этого боя было 65 побед, 63 из которых нокаутом и ни одного поражения, завоевав таким образом один из самых престижных поясов. Конечно, такая победа принесла Питеру огромную известность и его стали приглашать на различные турниры. Свой первый бой в K1 нидерландский лесоруб провел в 1993 году, но уступил судейским решениям Эрнеста Хусту. Молодой Питер извлек из этого боя урок и последующие три года не знал горечь поражения. За это время он провел более 20 поединков и стал одним из лучших в кикбоксинге и тайском боксе. Самый яркий турнир K1 для Айртса был в 1998 году. В этой зарубе лучших бойцов он не только смог стать чемпионом, победив своих сильнейших соперников Энди Хуга и Майка Бернардо, но и одержав все победы досрочно. А это, между прочим, четыре боя. Таким образом, Питер выиграл K1, турнир сильнейших и лучших бойцов в мире, третий раз. Всего на счету Айртса 142 боя, 105 побед и 35 поражений, которые он получил не в лучшие свои годы. Ведь Питер, будучи настоящим бойцом в душе, продолжал драться до 44 лет на топовом уровне, боксируя с молодыми тиграми. А теперь наслаждайтесь брутальными победами и берите на вооружение связки. Питер, будучи настоящим бойцом. Питер, будучи настоящим бойцом. Питер, будучи настоящим бойцом. Питер, будучи настоящим бойцом. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok